МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «Правительственная связь». Сегодня у нас в студии министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Владимирович Павлов. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Добрый вечер. Осень – это сезон Минсельхоза, это пора Минсельхоза и тематика Минсельхоза. Поэтому начинаем наш разговор, наверное, с темы, которая сейчас у всех на слуху. Это уборочные работы. Как они завершаются уже? И насколько есть ли какие-то опасения о том, что не успеем убрать все, что хотелось? Либо все идет по плану? Конечно, сказать, что все идет по плану, наверное, нельзя, потому что все-таки погодные условия вносят, коррективы в наши планы. И на сегодняшний день, в принципе, уборка зерновых и зерно-бобовых культур практически завершена. Осталось в нескольких районах только. Это где-то общие сложности зерновых 5000 гектаров, но из них 2500 гектаров – это поздние культуры, в том числе и проса, в том числе и кукуруза на зерно. И вот самые наибольшие площади у нас в трех районах остались. Это Чебоксарский, Цивильский и Аллатриские районы. Но погодные условия сейчас более-менее на этой неделе установились. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки завершим уборку зерновых. Что касается продолжения уборки картофеля, то, конечно, также дожди затрудняют пока уборка картофеля. картофеля почва переуложнилась, и количество осадков выпало практически выше месячной нормы даже за первую декаду месяца. Но пока работы не так, как хотелось бы идут, но я думаю, что в ближайшее время, опять же, они вступят в активную фазу. Будем, как в прошлом году, копать в ночное время, если что? Конечно, будем, конечно, будем. Но по планам объема производства, конечно, в этом году у нас все-таки произойдет снижение объемов производства. По сравнению с прошлым? По сравнению с прошлым. Если по зерновым, я думаю, что мы практически на уровне прошлого года собираем, то по картофелю все-таки произойдет снижение. Потому что урожайность в прошлом году, если было где-то 180 центеров с гектара, то на сегодняшний день где-то 150 центеров только идет урожайность. А с чем это связано, Сергей Владимирович? Вроде бы и лето было неплохое. Было все-таки у нас засушливый сезон. И вы знаете, мы объявляли чрезвычайную ситуацию. И большая часть урожая, ну не то, что большая часть, а 32 тысячи гектаров у нас сихозяйственной культуры погибло. И это вот вносит как раз вот... Ну вот из этих 32 тысяч больше зерновых или картофель? Да, из них зерновые – это 28 тысяч гектаров. Но картофель, вы знаете, что у нас... Он тяжелее. Он, да, мы его сажаем, допустим, общая сложность где-то 46 тысяч гектаров, а зерновые у нас в этом году были 260 тысяч гектаров. Пропорционально, если взять, практически одинаково. То есть тоже такой серьезный ущерб. Серьезный ущерб, да. Сколько районов в этом году получили, попали в зону? 13 районов у нас попали более, скажем... Больше половины. Да, больше половины попали в более жесткую засуху. А так, в принципе, засуха коснулась каждого района. Но вот 13 районов представили документы, акты списания в связи с засухой, которые мы, в свою очередь, предоставили Минсельхоз Российской Федерации. Сергей Владимирович, посевы были застрахованы? На какую сумму и вообще какие перспективы? Насколько они смогут вернуть себе ущерб? У нас, так же, как и в предыдущие годы, посевы мы страхуем. Но, к сожалению, не все. Если в прошлом году у нас 60% посевных площадей были застрахованы, в этом году всего 45%. Но это связано с тем, что все-таки у нас в этом году государственную поддержку на страхование, то, что уделяется 50% от страховой премии, мы выплачиваем страховым компаниям. Уменьшилось объем. В этом году составил только 60 миллионов рублей. В прошлом году где-то было 140. Поэтому 45% посевных площадей только у нас застраховано. Но вот те районы, которые попали в засуху, в основном предприятия застрахованы. Сейчас как раз с страховыми компаниями проводится работа о том, чтобы выплачивать компенсацию в связи с потерей урожая. Но для этого, конечно, нужно, чтобы предприятия сдавали годовой отчет, ну, отчет об уборке 29 СХ. Сейчас они как раз это сдают. И после этого... Какой реальный процент компенсации на что они могут рассчитывать? Конечно, сейчас сложно сказать о каких-то либо суммах или процентах компенсации. Но могу отметить, что вот в целом ущерб у нас у сельхозтовопроизводителей прямые затраты составили где-то 360 миллионов рублей. А ущерб более миллиарда рублей. Ну, конечно, такую сумму компенсироваться не будет. Ну, будем работать со страховыми компаниями. У нас три страховые компании, которые в этом году застраховали по севу сельхозтовопроизводителей. И вот с ними будем работать для того, чтобы все-таки смогли компенсировать. Ну, хотя бы часть затрат. Хотя бы часть затрат. Хотя бы часть. Чувашская республика у нас, Сергей Владимирович, является лидером в России по объему кредитных ресурсов, привлеченных малыми формами хозяйствования. Общий объем этих кредитов составил где-то... превысил 19 миллиардов рублей. Ну, это вот за последние годы, с момента начала реализации нацпроекта развития агропромышленного комплекса. В этом году сколько средств привлечено в виде кредитов? И в основном на что они используются? Действительно, Чувашская республика, как вы сказали, лидером является. Свыше 19 миллиардов. Но туда включается и личный подсолнительный хозяйства, и малый форум хозяйства, что касается кооперативы, фермерских хозяйств, это большой объем. И в этом году, если вы помните, раньше мы заставляли крестьян брать эти кредиты, чтобы они воспользовались, чтобы улучшали свою технологию работ, покупали технику. То есть сейчас никого заставлять не надо. Ежегодно у нас наблюдается рост. Распробовали. Да, распробовали. Свыше 2,5 миллиардов уже в этом году только получили. С ростом к уровню прошлого года где-то на 7% выше, чем в прошлом году получили кредитов. Основное направление, на которое берут кредиты, это строительство, реконструкция объектов животноводства. То есть это где-то 87%. И 10% приобреталось на технику. Но сейчас техника не субсидируется, поэтому, в принципе, только на животноводство со мной идет. Хорошо. А вот такое направление, как ирригация, искусственное орошение, то есть это субсидируется? Субсидии на миниоративную машину, да, субсидируется также. И вот насколько активно у нас в Чувашии к этому? Ну, у нас все-таки, скажем, миниорацией занимаются крупные хозяйства и фермерские хозяйства. И это направление, оно у нас, как сказать, уже поддерживается с 2011 года. После принятия указа главы Чувашской республики, разработаны правила, и мы выплачиваем 30%, кроме субсидируемого процента ставок по кредиту, мы выплачиваем 30% от стоимости приобретенной техники и оборудования. В этом году мы уже не первый год, но участвовали в конкурсе в рамках экономических значений программ в Минсихозе Российской Федерации. И наша программа по миниорации прошла конкурсный отбор, и дополнительно 19,5 миллионов рублей будет выделено Чувашской республике. И в связи с этим мы сейчас изменяем правила и будем выплачивать уже не 30%, а 60% от понесенных затрат. Я думаю, что это даст еще больший стимул для того, чтобы развивать систему миниораций у нас в Чувашской республике. А какие еще, может быть, экзотические направления? Есть у нас что-то такое? Вот сейчас то и дело возникают такие очень интересные фермы. Не то, что экзотические, а просто какие-то направления. Во-первых, это, скажем, растеневодство, выращивание горчицы. У нас, вы знаете, в этом году было запущено производство по производству горчиц, это фирмы «Девилей» в городе Канаше, и им требуется как раз горчица. И сейчас у нас в этом году 3,5 тысячи гектаров горчицы было посеяно. Но в этом году, к сожалению, из-за погодных условий урожайность не очень. Но я думаю, что мы сможем обеспечить своей горчицей вот это предприятие. Вообще, в прошлом, я, по-моему, даже сама помню, что высаживали горчицу у нас в Чуаши, выращивали. Ну, в основном, все-таки горчицу у нас выращивали, это как седеральная культура, ну, для улучшения плодородия почвы, так сказать. А только вот в технических целях? Где-то там, вот скажем, чтобы ее... Ну, в принципе, небольших количеств она всегда пользуется спросом, поэтому, как сказать, ее выращивали. Но вот то, что у нас есть уже переработка, это говорит о многом и дает гарантии, что продукция, если она будет качественной, она сможет реализоваться. Вот качество как раз стандарт, допустим, горчицы, которые выращивают, сырья, которые выращиваются у нас в республике, он соответствует запросам Дивилеева? Ну, как сказать, опыт прошлых лет показывал, что ряд предприятий действительно могут вырастить нормальную горчицу с высоким качеством. И требования они предъявляют определенные, и предприятия знают об этих требованиях и стараются, чтобы выдержать эти требования и предоставить им ту продукцию, которую вырастили. Но сейчас уже три предприятия туда предоставили на анализ. Пока еще результат неизвестен, но я думаю, что в ближайшее время будет ясен, то есть, подходит им эта горчица или нет. Но я думаю, что подойдет. В этом году, вот вы, кстати, сами об этом упомянули, выращивали кукурузу не на зеленую массу, а на зерно. Ну, понятно, что это для кормов, но как вот эксперимент удался, или опять же они попали под засуху, и сложно делать какие-то выводы? Ну, я бы сказал, что для кукурузы все-таки этот год, так сказать, можно благоприятно, потому что это теплолюбивая культура, и определенная, скажем, засуха, она... Легко переносит. Ну, не то, что легко, а достаточно стойко переносит. И надежды у нас неплохие в этом году, ну, где-то 2,5 тысячи гектаров кукурузы на зерно. Я думаю, что уберем. Конечно, опять же, вот погодные условия, но октябрь, надеемся, что будет благоприятно, и в октябре... Метеорологи вам что обещают? Ну... Заодно и нам расскажите. В 2 недели прогнозируется благоприятная погода, в ближайшие 2 недели. Я думаю, что мы этим возможностью воспользуемся. Но вообще, хочу вот по кукурузе сказать, что ее площадь у нас ежегодно растет в республике, как на, как сказать, силос, так и на зерно. Если в прошлом году у нас там 2 предприятия попытались убрать на зерно, в этом году уже где-то там 3-4 предприятия планируют убрать кукурузу на зерно. Все-таки это у кукурузы и урожайность выше. Сейчас уже вот закупили специальные комбайны с кукурузными жадками. Если в прошлом году пытались там с обычными, с зерноуборочной жадкой, а здесь уже, скажем, специализировано, я думаю, что и урожайность будет выше в этом году. Сергей Владимирович, вернемся к кредитам. Мы как-то так от них перекинулись плавно. В каком объеме субсидируется процентная ставка по этим кредитам? И достаточно ли у нас в бюджете средств для того, чтобы рассчитаться за год? Ну, ставка у нас субсидируется так же, как и раньше. Это 100% ставка рефинансирования. Но для нас, скажем, для сельхозпроизводителей ничего не изменилось. Но для, скажем, бюджета, то с этого года изменились софинансирования из республиканского бюджета. Если раньше наша часть была 5%, то теперь 1,3% – это по кредитам для личных подсобных хозяйств. С федерального бюджета? С республиканского бюджета 5% раньше было, то теперь 1,3%. Но если по объемам средств, общей сложности у нас лимит предусмотрен 595 миллионов рублей. Ну, сейчас с увеличением уже свыше 600-620 где-то. Но этого нам все равно не хватает. По личным подсобным хозяйствам мы пока закрывали все. Но буквально вот последний месяц, август месяц, частично мы закроем. И у нас недостающий объем средств где-то 200 миллионов рублей. По краткосрочным кредитам у нас растеневодцам мы полностью обеспечены сейчас с учетом дополнительных средств. А по инвестиционным кредитам, конечно, вот здесь у нас тоже около 200 миллионов рублей нехватка. Поэтому мы вышли с письмом и заместили представителя правительства Российской Федерации и на министра хозяйства Российской Федерации о том, чтобы дополнительные средства были предусмотрены. Эта проблема не только у нас в регионе, но и в других регионах. Министерство сельхоз понимает и планирует, во-первых, перераспределить неосвоенные средства, выделенные на министерство сельхозяйства Российской Федерации. В целом на это направление дополнительно дать. Ну и какие-то дополнительные средства из правительства. Но пока решений таких нет. Одно из перспективных направлений у нас развития сельского хозяйства – это птицеводство. То есть производство мяса птицы. В этом году обещали увеличить производство мяса птицы за счет введения в эксплуатацию новых производств. Получилось ли? Ну да, действительно, у нас птицеводство, мы большие планы ставим на развитие птицеводства. Ну у нас основные крупные птицеводческие предприятия – это у нас Чувашский броллер, Агрохолдинг Юрма, Маргаушская птицефабрика, Канашская птицефабрика. Ну и вот в прошлом году у нас заработала эта Атлашевская птицефабрика. В этом году большого роста производства мяса птиц у нас не будет, скорее всего. Но, во-первых, повлияло, конечно, и то, что очень высокие цены были на зерно, на фуражное зерно. И поэтому у нас Чувашский броллер немного сократил объемы производства. Но это, как сказать, не системно, а просто как… Ну такая реакция. В связи с такой сложившейся ситуацией. Но на следующий год он также планирует увеличение. И по Атлашевской птицефабрике сейчас, конечно, идет массовая, как сказать, реконструкция всех помещений. И резко увеличить объем производства мяса в этом году они не смогли. На сегодняшний день идет реконструкция, как я уже сказал, птичников. С 14 сентября запускаем 18 новых птичников. И до конца года 33 новых птичника будет запущено. А вот до этого года, ну, последние 8 месяцев работало всего 16 птичников. Поэтому увеличение производства мяса… То есть со следующего года можно сдать уже с января, примерно? Да, у нас будет с января месяца уже четкое увеличение объема производства мяса птицы. Кроме этого, Агрохолл Юрма у нас тоже делает ставку на увеличение объема производства мяса птицы. Сейчас, вот в начале октября, запустим долгожданный убойный цех. Или, можно сказать, самый современный, который в мире имеется. Все оборудование там будет предусмотрено, все механизировано, позволит намного улучшить качество продукции. Ну, и продолжается строительство новых птичников. Вот только сейчас 6 птичников новых строится. Поэтому на птицеводство на следующий год у нас большие планы. Сергей Владимирович, ну, такой чисто потребительский вопрос. Вот у нас и там, и там, и там, да, сколько производств, сколько птицефабрик. Почему у нас в магазинах сплошь привозные куры и привозные яйца? Неужели мы сами не можем себя обеспечить? Или наши, наоборот, за пределы республики предпочитают отправлять? Конечно, здесь мы у нас открыты, скажем, пространство, территорию Российской Федерации. И, конечно, вот попасть, скажем, в взаимоотношение с торговыми сетями, она, скажем, проблема присутствует. И зачастую вот сельхозпроизводителям очень тяжело попасть в эти сети, очень большое снижение, скажем, цен, там, большие там какие-то проводения акций, что, ну, не позволяет нашим сельхозпроизводителям туда попасть. А попадают в основном крупные агрохолмы, которые на территории, ну, других субъектов есть. Но мы, как сказать, не теряем надежду. И, в принципе, вот в реализации, скажем, вот именно мяса птицы, хоть и есть какие-то проблемы, но она у нас не залеживается продукция. Она востребована. Тот же Чувашский брюль, тот же Акаши-птица фабрика. И хорошо расходится, в том числе и в других регионах Российской Федерации. Поэтому, ну, надо работать над этим вопросом, конечно. Но процесс долгий. Но процесс долгий. Все понятно. Какие еще инновационные проекты у нас реализуются в этом году? Может быть, вот собираются приступить со следующего года? Ну, по новым проектам или продолжение проектов, конечно, нужно отметить, во-первых, это агрофирма «Альдейская». Вы знаете, что за последние три года 7 гектаров теплиц было новых построено. В этом году заложили еще на 2 гектара. На следующий год также планируется модернизация, то есть новое строительство. Если вы знаете, вот там 24 гектара остекленных теплиц, но выход продукции на новых, это уже гораздо больше, где-то 58 килограмм с одного квадратного метра продукции собирает помидоров. Конечно, таких результатов достичь в тех старых теплиц невозможно. И предприятия модернизируются, я считаю, что большой, скажем, как сказать, ну, рывок делает для себя. Но плюс у нас ежегодно модернизируется это такое перерабатывающее предприятие, как «Аконт». В прошлом году запустили новые здания, и сейчас ежегодно по несколько линий устанавливают. До конца года планируют полностью закончить установку новых линий, которые позволят увеличить там объемы производства где-то на 40% даже. Ну, кроме этого, если в сельхозпредприятиях, ну, немаловажное тоже строительство новых ферм, такое вот хозяйство из ХПК Кирова, Канажского района. Вы знаете, вот многие знают руководителя, ну, как сказать, заслуженной работе сельскохозяйственной Чувашкой республики. И человек, как сказать, уже немолодой, но не побоялся и начал строительство фермы. Я считаю, что это дорогого стоит. Кроме этого, есть в Янцико-районе, это у нас фермер Иларионов, тоже строительство фермы. Ну, и ряд других проектов, которые, я считаю, что, ну, хотя их мало, но они достойные проекты, на которых нужно равняться другим сельскохозяйственным производителям. Ну, то есть, скажем так, таких проектов не может быть много, да, сразу. Да, да, да. Выставка «Золотая осень-2013», как обычно, она проходит в октябре, в этом году тоже те же сроки. Готовятся все регионы, как Чувашия готовится. Как мы будем участвовать в этом году? Мы также готовимся к этой выставке. Есть у нас и оргкомитет, который, скажем, занимается подготовкой. Сейчас составляем список предприятий, которые будут участвовать. Ну, традиционно, конечно, ежегодно те же крупные предприятия у нас, которые... Переработчики самые крупные наши. Самые крупные переработчики будут представлены, готовим материалы для участия в конкурсах. Вы знаете, что ежегодно проводят конкурс и получают золотые, серебряные, бронзовые медали. Та или другая продукция сельскохозяйства. В прошлом году получили 8-6 медалей. Будем ставить задачу на повышение, еще больше, чтобы медали наши труженики села получили на этой выставке. Ну, это в рамках подготовки к выставке, в рамках проведения Дня сельхозработников всегда проходит всероссийский конкурс фермеров. В прошлом году... Вот я очень болела за семью наших фермеров. Они, кстати, тоже взяли призовое место. В этом году мы участвуем в этом конкурсе, наши фермеры? Да, конечно, будем участвовать. Но кто будет представителем, я сейчас сказать не могу. Сейчас работы ведутся, готовятся, скажем. То есть это еще не решено? Не решено еще. Ну, вот когда решите, пригласите нас. Мы с удовольствием съездим, познакомимся и познакомим наших телезрителей. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Я напомню, что сегодня на правительственной связи с нами был министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Владимирович Павлов. Всего доброго, до свидания.